Добрый вечер о новостях. Дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей Давича и я, Екатерина Зубарева. Смотрите в этом выпуске. Гулять и развлекаться без риска для здоровья. В Киеве прошел второй этап обработки от клещей. Подрядчик благоустроил тротуар от железнодорожного переезда до больницы номер 5. Но на этом он не ограничился. Дошел до этого участка. Разобрал здесь деревянный настил. Но, как выяснилось, после по ошибке. Не природа, а человек берет свое. На берегу реки Вятки памятник природы превращается в свалку. Три месяца реставрационных работ и 92 произведения. Выставка картин русского авангарда из Вятского художественного музея отправится в Екатеринбург. В Кирове скончались еще два пациента с коронавирусом. Это мужчины 50 и 53 лет. Оба жители Малмышского района. У них были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, число умерших в регионе достигло 22 человек. Еще 35 пациентов сейчас в тяжелом состоянии. 9 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки выявлено 60 новых случаев. Они зарегистрированы в 11 районах и в Кирове. К незатронутыми коронавирусом остаются только два района – Апаринский и Богородский. Правительство региона постепенно снимает введенные ограничения. С сегодняшнего дня в области могут работать торговые центры. Но речь идет только о магазинах с площадью не более 400 квадратных метров. Почти 6 тысяч человек в Кировской области пострадали от укусов клещей с начала сезона. Из них более тысячи детей. Пять человек заразились клещевым энцефалитом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В Кирове, между тем, стартовал второй этап обработки территорий. Насколько безопасны прогулки в парках и скверах, выясняла Зоя Попцова. В Кирове завершился второй этап обработки парков и скверов от клещей. Так, в парке имени Кирова можно гулять абсолютно безопасно. Например, ходить прямо по траве, здесь же фотографироваться и даже загорать. Наибольший пик активности клещей приходится на май и июнь, рассказывает Сергей Некрасов. Поэтому и зеленые территории города нуждаются в противоклещевой обработке повторно. Если на первом этапе химикаты распыляли по прошлогодней траве и листве, опрыскивали места укрытия и зимовки клещей, то в этот раз комплекс мер направили не только на уничтожение кровососущих, но и против их дальнейшего распространения. На втором этапе уже идет работа по зеленой траве, по зеленой массе. То есть уже она набирает свой сок и здесь уже вещество дольше находится. В данном варианте нанесение химического состава, который убивает клещей, то есть он не отпугивает, убивает. То есть при попадании на обработанную поверхность насекомого происходит как бы у него паралич и потом остановка дыхания. Насекомое погибает. В Ленинском районе уже обработали 200 объектов парки, скверы, аллеи, детские площадки, территории около детских садов. А это почти 70 гектаров общественных территорий. Как пояснили в администрации города, в остальных районах все работы должны закончить 20 июня. При такой погоде подрядчики уже работают по обработке, потому что как раз отсутствие осадков, в принципе, дает тот эффект, который закладывается изначально. Третий этап обработки территории от клещей намечен на начало июля. В этот период химикаты распылят на городских кладбищах, а после выполнения всего комплекса мер проведут контрольную проверку. Зоя Попцова, Александр Прызгалов, Александр Нестеров, Бюро новостей, Давича. В отношении экс-министра информационных технологий и связи Кировской области возбуждено уголовное дело. Ссылаясь на свои источники, об этом написали сегодня некоторые кировские СМИ. Якобы Палюха подозревают в злоупотреблении полномочиями и растрате. Напомню ранее, на сайте правительства области появилась информация о том, что Палюх покинул пост министра информационных технологий и связи. По данным портала Ньюслер, на данный момент он в отпуске, но на работу уже не выйдет. Юрий Палюх работал министром информационных технологий и связи с сентября 2017 года. Сейчас его обязанности исполняет его бывший зам Алексей Сухих. В Кировской области одни из самых низких зарплат в России. Такой вывод можно сделать после анализа свежих данных Росстата. Там сравнили зарплаты в регионах за первый квартал этого года. В Кировской области в марте люди получали в среднем чуть меньше 31 тысячи рублей, а средняя зарплата по стране чуть более 50 тысяч. Мой коллега Дмитрий Житарчук спросил у кировчан, какой доход они считают адекватным для нашего времени. Дима, ну что, сколько бы хотели зарабатывать кировчане? У меня встречный вопрос. Как ты думаешь, какую цифру назвали? Ну, наверное, что-то ближе к 100 тысячам рублей. Ну, ты знаешь, нет, кировчане гораздо скромнее в своих желаниях, за редким исключением. Но об этом позже. Для начала расскажу о средней зарплате по региону. Напомню, в Росстате подсчитали, она равна 31 тысяче рублей. В кировском отделении ведомства это подтверждают. Но признают, уже получили в свой адрес несколько критических высказываний от горожан. Мол, откуда такая большая цифра? То есть для страны это низкая зарплата, а для жителей региона подозрительно большая. В кировстате это поясняют так. У нас наоборот спрашивают, почему вы такую большую зарплату считаете обычно. Конечно, потому что люди на руки, конечно, получают другую сумму, а это начисленная. То есть не учитываются индивидуальные предприниматели и наемные работники. Это официальная заработная плата. Так, берется их фонд зарплаты, который начислили с налогами, со всеми удержаниями, и делится на списочную численность работников. То есть учитывается доход только официально трудоустроенных работников. Там есть своя формула, и если все посчитать, то средняя номинальная зарплата выходит около 31 тысячи по региону. В сравнении с другими регионами это действительно мало. Как говорят в Кировстате, только по Приволжскому федеральному округу мы на девятом месте из 14 по росту доходов. А, к примеру, в Перми средняя зарплата 40 тысяч, а в целом по стране 50. Почему так? Вот что на этот счет думают представители государственного ведомства и эксперт в сфере экономики предприниматель Азиз Агаев. У нас очень много работников в социальной сфере, в бюджетной сфере. Учителя, врачи, это же госуправление, культура. Ну, четверто точно из организаций, это работники этой сферы. А это бюджетники, они тянут вниз все равно. Областное правительство до сих пор, собственно говоря, не приняло стратегию развития Кировской области, в котором бы прописывали экономические какие-то там показатели, которые мы хотим достигнуть. Соответственно, это все влияет на эффективность экономики, на производительность труда. А зарплаты могут расти тогда, когда растет экономика, растет производительность труда. Дима, ну и все-таки сколько бы хотели зарабатывать кировчане? Ну, выборка, которую мы представим, небольшая, но кировчане в своих желаниях сходятся. Какая зарплата, на ваш взгляд, адекватная для города Кирова, для Кировской области сейчас? Тысяч сорок. Тысяч сорок. Ну да, ну я пенсионерка. Ну, на ваш взгляд. От пятидесяти. Пятьдесят тысяч. Ну, тысяч сорок. Ну, тысяч сорок, не меньше. Сорок тысяч. Сто тысяч рублей. Сто тысяч. Каждый месяц. Кстати, сто тысяч рублей получают в России, на Чукотке и в Москве. Ну, а в Кирове заработать выше среднего могут финансисты, страховщики, металлурги и химики. В среднем их доход в месяц сорок восемь тысяч. Ну что, Катя, может на завод? Ну, к сожалению или к счастью, у меня нет такого профильного образования, но я подумаю, может быть, стоит его получить. Да, подумай. Спасибо, Дима, за информацию. Мы продолжаем. Жители Коминтерна остались без тротуара. Его по ошибке демонтировали рабочие. Строители посчитали, что территория, на которой находился деревянный настел, входит в программу формирования комфортной городской среды. Они увезли доски, а после жалоб жителей засыпали участок асфальтовой крошкой. Подробности этой истории у Евгении Бакидой. Вот они, вот эти все коренья, за которыми легко запнуться. Идти по такому тротуару с коляской – испытание. Местная жительница Виктория не раз спотыкалась о торчащей сучья, поэтому и нас предупреждает смотреть под ноги. А везти ребенка по камням, хотя в мэрии это называют асфальтовой крошкой, стресс. Женщина прикладывает немалые усилия, чтобы коляска элементарно двигалась вперед. Видите, колеса у нее гуляют, часто она застревает. То есть для того, чтобы прокатить ребенка на такой коляске, нужно приложить усилия. А те, кто без колясок, вообще по тротуару не ходят. Вышла на обочину местная жительница Галина. Женщина не побоялась даже оживленного потока машин. Сначала шла по камешкам, но попадают в сандали камешки, поэтому я свернула на обочину. Тротуар на улице Симашко в Коминтерне был не всегда таким. Четыре года назад Дмитрий и его сосед решили не ждать помощи властей. Своими руками и за свой счет сколотили деревянный трап. Вышло неплохо, а самое главное, люди были довольны. Сухо и никаких торчащих пней. Но в мае деревянный тротуар разобрали. Сказали, что будут новый тротуар нам делать. Ну мы, наконец-то, наконец-то дожили. Через какое-то время выясняется, что оказывается, нас по ошибке разобрали. Звонил в администрацию, вроде как бы обещали, что восстановят после майских праздников. Ну, видимо, в каком году не уточнили. А всему причины подрядчики. Они благоустраивали тротуар по соседству и что-то перепутали во время работ. Подрядчик благоустроил тротуар от железнодорожного переезда до больницы номер 5. Но на этом не ограничился. Дошел до этого участка. Разобрал здесь деревянный настил. Но, как выяснилось, по ошибке, так как данный, тротуар не вошел в программу формирования комфортной и городской среды. Чтобы загладить вину, рабочие посыпали тротуар асфальтовой крошкой, но ходить по ней неудобно. Поэтому жители обратились за помощью к активистам ОНФ. Те, в свою очередь, написали заявление в администрацию города. Конечно, не устраиваются то, что за ошибки подрядчиков их пытается исправить администрация. Раз подрядчик допустил нарушение, то он обязан вернуть все в первоначальное состояние, либо сделать так, чтобы это устраивало и жителей, и соответствовать всем нормам безопасности. Использовать этот тротуар сейчас опасно. Это отметили активисты. Если действий со стороны администрации не будет, они направят обращение в прокуратуру. Памятник природы превращается в свалку. Кировские палеонтологи обнаружили кучи мусора на филейском обнажении на берегу Вятки. Здесь ученые исследуют уникальные горные породы, отпечатки растений и даже кости древних животных. О настоящем и будущем памятника природы Елена Шарагина. Время и так работает не в их пользу. А тут еще и человек постарался. Кировские палеонтологи негодуют. Филейское обнажение на берегу Вятки – памятник природы. Место археологических раскопок и изучения горных пород. И этот памятник превратился в свалку мусора. Под ветками и сорняками скрыты уникальные слои почвы, отпечатки древних растений и даже кости животных пермского периода, рассказывает палеонтолог Илья Шумов. Любая хозяйственная деятельность на георгийском памятнике природы запрещена. То есть свалка мусора, выемка грунта, продолжение коммуникации. Это место на берегу реки Вятки было найдено в 60-х годах прошлого века. Назвали это место филейским обнажением и сделали памятником природы в 90-е годы. С тех пор здесь нельзя вести никакую хозяйственную деятельность. Филейское обнажение простирается на километр в длину. На некоторых участках выросли деревья и трава. Этот памятник природы в любом случае через пару десятков лет зарастет травой, говорят специалисты. Поэтому времени у археологов на изучение обнажения остается все меньше. Здесь можно находить отпечатки древних растений, стволов, например, хвощевидных растений, так называемых каламитов или паракаламитов. Здесь также можно находить, вот Илья Шумов находил, отдельные кости пареозавров. Чтобы у людей не было соблазна выкидывать мусор там, где не следует и вообще запрещено, нужно оградить берег по всем правилам, как это было на обнажении в Котельниче. Там установили шлагбаум, ограждения и информационные щиты с информацией о том, что это место – памятник природы. Об этом рассказал эколог Григорий Поскребышев. Конечно, в данном случае все равно территория довольно посещаемая должна быть, поскольку это город. Там люди купаются, рыбачат, рядом со всем находятся дачи. То есть ограничения по эксплуатации территории есть, но частичные. Может быть, не обязательно закрученные гайки, то есть вообще ничего делать нельзя. А что-то делать можно, что-то нельзя. Кроме того, место действительно уникальное, говорят специалисты. Сюда приходят студенты, туристы и многие другие, кто хочет увидеть горные породы, которые появились сотни миллионов лет назад. Поэтому для палеонтологов и экологов важно сохранить это место. Елена Шарыгина, Алексей Зырянов, Бюро новостей, Давича. Депутата областного законодательного собрания ждет суд за расстрел чужих собак. Владелец животных выложил в интернете видео с места преступления, после чего история получила широкую огласку. Подробнее об этом и других происшествиях смотрите далее. Депутата ЗАГС собрания Кировской области будут судить за расстрел чужих охотничьих собак. В следкоме завершили расследование дела Вячеслава Егдарова. Его подозревают в жестоком обращении с животными и в умышленном уничтожении чужого имущества. Дело передано в суд с обвинительным заключением. История получила широкую огласку после того, как зимой владелец убитых собак видео с места происшествия выложил в соцсетях. Задержаны фальшивомонетчики в Кемеровской области. По версии следствия, в Новокузнецке двое местных жителей купили 15 поддельных купюр номиналом 5000 рублей каждая и сбыли их в торговых точках города. Оставшись безнаказанными, злоумышленники заказали еще партию фальшивок. И при попытке их реализации были задержаны полицейскими. В ходе осмотра автомобиля одного из задержанных обнаружено еще 18 поддельных купюр. Возбуждено уголовное дело. В Кирове осудили виновника смертельного ДТП на Южном обходе. Нововятский районный суд вынес приговор водителю «Шевроле». Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. На такой же срок мужчину лишили и водительских прав. Кроме того, он должен заплатить миллион 430 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим. Авария произошла в январе этого года. В Кирове на Южном обходе «Шевроле» выехала на встречку и столкнулась с двумя легковушками. Водитель одной из них погиб на месте. Еще три человека получили серьезные травмы. Задержан подозреваемый в разбойном нападении на продавца магазина в Москве. Мужчина в медицинской маске и со скалкой в руках зашел в магазин сотовой связи. Отвлек менеджера и ударил его по голове скалкой. Связал бельевой веревкой и похитил из кассы 35 тысяч рублей. 21 мобильный телефон, после чего скрылся. Общая сумма материального ущерба составила более 340 тысяч рублей. Преступника вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали дома. Часть похищенных денег он потратил на личные нужды. Сейчас ненадолго прервемся. Впереди много интересного. И вот о чем мы расскажем во второй части нашего выпуска. Три месяца реставрационных работ и 92 произведения. Выставка картин русского авангарда из Вятского художественного музея отправится в Екатеринбург. Грантовый проект под угрозой. Занятия для маломобильных кировчан в ВК-клубе не начались, но к осени они будут неактуальны. Два бассейна и два спорткомплекса. В Вересниках продолжается строительство спортивного комплекса. Это «Давичи» и мы продолжаем. Коллекция картин русского авангарда Вятского художественного музея отправится в Екатеринбург. Уральские оценители смогут увидеть 92 картины из Кирова уже в сентябре. Сейчас полным ходом идут работы по реставрации полотен. Как воссоздают былую красоту и чем уникальна коллекция, расскажет Ульяна Ездакова. Сейчас наводим цвет на два тона, ниже, как и было оговорено, и тонируем вот такую утрату. Здесь вот есть в центре левого края. Тонировка – заключительный этап восстановления полотна. Остается только оформить его в раму, рассказывает художник-реставратор Анатолий Никифоров. По сути, это коррекция красок, ведь со временем они тускнеют. Делают ее на два тона светлее и только в местах утрат, не задевая авторскую живопись. Чтобы отреставрировать картину кувшин с цветами авангардиста Машкова для выставки в Екатеринбурге, мастеру потребовалось около трех месяцев. Для реставрации художнику необходим целый набор инструментов. Вот такие кисточки разных размеров, далее скальпель для удаления загрязнения и специальный прибор, он называется мунштабель. Художник опирается на него и делает точечное движение в нужных местах. Полный цикл реставрации состоит из 12 операций. Все манипуляции заносятся в специальный паспорт. Он, как история болезни, шутит художник. И вот уже более 20 лет, восстанавливая очередной шедевр, чувствует себя причастным к великому. Ты смотришь, как мастера того или иного времени работали. Манера письма, конечно, настроение. Тут хочешь не хочешь, она как бы энергию тебе передает. Последние несколько месяцев Анатолий трудится над коллекцией картин русского авангарда из фондов Вятского художественного музея. В сентябре 92 полотна отправятся на выставку в Екатеринбург. Авторами проекта стали искусствоведы Андрей Соробьянов из Москвы и Наталья Мюррей из Лондона. Они высоко оценили кировскую коллекцию авангарда. По задумке экспозиция воссоздаст передвижную выставку 1921 года, которая прошла в городе Советске, тогда еще Кукарке, Вятской губернии. Но, к сожалению, была показана только в Советске и в Яранске. И затем в 60-е годы часть произведения с этой выставки была передана в наш художественный музей. Среди авторов картин знаменитые русские авангардисты. Василий Кандинский, Александр Родченко, Николай Фешин, Варвара Степанова. Экспозиция «Авангард» на телеге в 21 веке откроется 17 сентября в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Кировские ценители живописи увидят коллекцию только в 2021 году. Ульяна Ездакова, Алексей Зырянов, Бюро новостей Давича. Грантовый проект «Полисадник добра» под угрозой второй месяц. Эко-клуб «Лес» не может начать занятия по садоводству для маломобильных граждан. В мае в клубе закупили землю, доски для клумб и рассаду. Но из-за пандемии уроки так и не начались. Преподаватели говорят, что к концу лета занятия будут неактуальны. А что такое полисадник? Это вот место перед домом. Да, вот такая парадная зона деревеньки. А чтобы деревенька была в городе, да еще и доступна для ребят с ограниченными возможностями по здоровью, эко-клуб «Лес» организовал занятия по садоводству. Даже на эти цели получили грант 500 тысяч рублей. На эти деньги закупили землю, доски, а из полученного материала сколотили клумбы. Торцевой пилой, чтобы уголки делать, дорогу и добра нам помогла. Казалось бы, для занятий все готово. Да и погода благоприятствует. Но внес свою лепту карантин. Из-за эпид-обстановки проводить групповые занятия опасно. Поэтому клумбы середины мая пустуют, а земля лежит в стороне. Но Ольга Полубейко не теряет надежды, ведь она инициатор проекта. У нас не просто для, вот вообще для ребят. У нас проект для особых детей. Мы его создавали вместе с Дорого и Добра. Толчком явились те мастерские, которые уже работают для особых детей. Ну и то, что я занималась анималотерапией. Планировалось, что ребята будут работать с землей, высаживать растения, изучать различные травы и пить чай. И такие занятия дают немалые возможности. Работая в группах, ребята с ограниченными возможностями по здоровью социализируются, ведь они общаются между собой. А работая с землей, развивается их моторика и чувствительность рецепторов. Но сколько пандемия будет длиться, неизвестно. Сейчас Ольга думает, как проводить занятия, либо индивидуально, либо дистанционно. Но последнее не принесет пользы детям. Здесь нужен непосредственный контакт с землей. Все-таки женщина надеется на лучшее, что занятия будут проводить в группах, а результаты представят на празднике урожая. Голосование по поправкам в Конституции сделают проще. Кировчане смогут отдать свой голос дистанционно или выбрать наиболее подходящий участок для голосования. Для этого нужно подать заявление, но не позднее 21 июня. Куда обращаться, сейчас расскажем. Отдать свой голос можно будет не только в помещениях и на участках для голосования. Проголосовать можно будет даже из квартиры. Да и прописка здесь не важна. Место голосования можно сменить на наиболее удобное. Так, кировчане смогут сами определить, где проголосовать по поправкам в Конституцию. В Кировской области заявление на изменение участка голосования можно подать в многофункциональных центрах «Мои документы». Подача обращений стартовала 5 июня. Услуга оказывается очень быстро, не больше 10 минут. При себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации, либо другой документ, удостоверяющий личность. Данную услугу мы принимаем до 21 июня. Можно обращаться в любой территориальный отдел МФЦ, либо в живую очередь, либо записавшись по предварительной записи по телефону 8 800 707 43 43. Как заявила Наталья Швецова, это очень удобно. Например, для тех граждан, которые прописаны в районах области, а проживают и работают в Кирове. И в день всероссийского голосования будут находиться в областном центре. Им не нужно обращаться на свой избирательный участок и брать открепительное удостоверение. Достаточно обратиться в МФЦ «Мои документы» именно там, где человек фактически проживает. Необходимо, наверное, отметить, что результатом данной услуги является вот такой корешок, с которым гражданин впоследствии может обратиться уже в ту избирательную комиссию, которую он выбрал, которая будет находиться в зависимости от его фактического местонахождения. Когда он обращается в МФЦ, для того, чтобы определить, в каком месте будет находиться, то есть даже сам эксперт, который находится в МФЦ, он предлагает ему выбрать ближайший избирательный участок в зависимости от его фактического местонахождения. За услугой могут обратиться кировчане, которые достигли 18-летнего возраста. Это можно сделать во всех 47 территориальных отделах МФЦ региона. Уже на сегодняшний день заявления подали больше 25 человек. Также в центрах «Мои документы» оформить обращение можно и в электронном виде, через интернет-сервис единого портала госуслуг. Спортивный кластер в Вересниках продолжает расширяться. Сейчас идет строительство двух бассейнов для детей и взрослых. Рабочие занимаются внутренней отделкой и прокладывают коммуникации. Следующий на очереди – универсальный спорткомплекс с искусственным льдом. Когда завершится стройка и какие объекты решили перенести в другое место, узнала Ульяна Ездакова. Пробежать несколько кругов и размяться шестом. После вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса, кировские легкоатлеты, наконец, возобновили тренировки. Пока в спорткомплексе в Вересниках занимаются только они. Но уже в сентябре к легкоатлетам присоединятся пловцы. Сейчас для них строятся два бассейна. Часть спортивного комплекса – вот этот большой бассейн для взрослых. Предполагается, что здесь будет шесть дорожек по 25 метров в длину каждая. Максимальная глубина бассейна – почти два метра. Пока спортсмены будут тренироваться, зрители будут болеть за них вот с этих трибун наверху. По соседству с взрослым возводят детский бассейн. В нем будет шесть дорожек по 8 метров. Рядом строятся раздевалки и душевые. А еще будет зал так называемого сухого плавания с тренажерами для отработки гребли. Конечная цель – объединение четырех олимпийских видов спорта – легкоатлетики, триатлона, плавания и пятиборья на базе единого кластера, поделилась министр спорта Анна Альминова. Для этого в 2023-2024 годах в рамках проекта «Демография» построят многофункциональный спорткомплекс и ледовую арену. Когда возведут стадион для легкоатлетов, пока не ясно. Ждут средства от инвестора. Футбольное поле решили перенести на стадион трудовые резервы. В следующем году, в 2021-м, пройдет модернизация футбольного поля с ликвидическими беговыми дорожками, с последующей реконструкцией трибун физкультурно-оздоровительного комплекса, который находится на территории, ограждения, местами парковки. Есть риск, что территорию, где будут построены будущие спортобъекты, может затапливать весной и осенью из-за разлива вятки в Вересниках. Поэтому на месте работ придется поднимать уровень земли. Требует ремонта и дорога для проезда к ластеру. На некоторых участках тут и там глубокие ямы и рытвины. Конечно. Будут ремонтировать, и она будет чуть прямее. Вообще есть планы с милицейской дороги сделать сюда. У нас одна задача – дать нашим спортсменам, нашим детям заниматься, тренироваться и, безусловно, по возможности на всех состязаниях победить. Другой задачи у нас нет. А дорогу сделаем. Все спортивные объекты должны появиться к 2024 году. Ульяна Ездакова, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича. На этом все. Я с вами прощаюсь. Напомню, вы также можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о событиях по телефону редакции 38 48 88. В студии работала Екатерина Зубарева. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин